А для женщин, не знаю, тут ну вот вы сами почувствуете, что здесь такое, я прощу вот эти несколько писем, просто для пробы. Послушайте, я вас не люблю, мне приятно вас видеть иногда, иногда, мне приятно с вами говорить всегда, мне приятно, что вы у меня где-то неподалёку, но я вас не люблю. Я могу без вас жить неделю, я могу без вас спать неделю, мне приятно знать, что вы придёте, но я вас не люблю. Я могу без вас есть неделю, я могу без вас писать неделю, я могу закрыть глаза и вас не видеть целый день. Я вас не люблю. Я вас не люблю за то, что могу жить без вас неделю. Я вас не люблю, потому что не пойму, когда вас нет неделю. Я вас не люблю, потому что сплю без вас, и потому что, когда вы, наконец, являетесь, у меня такие не мои глаза. Сидите спокойно. Зачем вам человек, который вас не любит? Теперь вы, моя милая, вас я, оказывается, люблю. Я проснулся с этой идеей, и мне приятен весь день. Бывает такое с утра и до обеда. Да, я вас люблю, это решено. Но, во-первых, когда я вас встречаю случайно, я жалею, что не делал этого раньше. Мне приятно взять вашу ручку, ее мять и гладить, следя одновременно за выражением ваших глаз. Два серых фонарика, где ручки-проводки, а я батарейка со своими плюсами и минусами. Я зажигаю ваши глазки и сразу понимаю, что я вас люблю. Да, я это делаю. И не обвиняйте, я могу уже жить без вас, и я это делаю по независим причинам. Но когда я вас вижу, когда я беру вас за ручку, когда я ощущаю этот нежный пятипальчиковый комочек, и одновременно смотрю вам ваши глаза, и одновременно целую вас в ваши губы, передающие вам туда внутрь мои позывные, и ушки щекочу. И огорчен бываю, что не вижу ваших глаз и губ, когда целую. Одновременно я себя преодолеваю, чтобы взглянуть, а вы, как я или иначе. Моя услада, мой восторг, мои живущие отдельно штучки. Боже мой, оставьте мне, а сами уходите. Вы мне не нужны и ваши взгляды, они мои, в общем-то. Из них я вырос, а вы еще несете, и ваши мысли я не предвидел и вложил, а теперь вытрясти из вас и выбить, в общем, нет сил, да потеряешь. Не сообщай, и помолчи. Вот так, дышите, не дышите. Теперь на спинку глубже вдох, моя забава, как я вас люблю, невозможно. На, бери, держи свое, а мне мое. Ну, позвони, ну, хорошо, такси, такси. Теперь вы, прекратите, это случайная встреча, не преследуйте меня. Откуда у вас такое ощущение? Я никогда. Земля круглая, только его преследуют непонятно. Ах, это я вам звоню? Не помню, ни за что. Когда я не возьму трубку, вы там сидите. Где 9-6-6? Посмотрите, сколько нас вокруг, немытых, нечесанных, готовых на все. Пресекайте, набирая номер, держите себя в руках. Я не женюсь вообще, а на вас в частности. Я проверял вас двое суток. Ваши шаги на кухне отдавались в моих мозгах. Вы шумно дышите днем и ужасно храпите ночью. Кроме того, что это за манера делать себе уколы и вскрикивать? Видимо, вы больны. Неметно скажите, чем. Кроме того, я допускаю, что жена может быть на 18 сантиметров длиннее, но сороковой размер, стоп, я не переношу. Меня пугают ваши тапочки. Мне кажется, у нас дома милиция. А ваши обеды? Мы же после них долго не можем видеть. Отпустите меня, откройте дверь и выпустите. Не нужно мять мое тело. Видите этот синяк? Это ваши щипки. А эти укусы? Никто не верит, что это человеческие зубы. Зачем вы хотите, чтобы я на вас женился целиком? Можно я вас буду просто любить? Выпустите меня. Я буду сообщать, где я. Ну, не надо, мне тяжело. Мне нет воздуха. Мне грудь давит. Снимите ее, ну, пожалуйста. Она очень горячая. Даже когда она случайно попадает на меня, я задыхаюсь. Не приближайте рот, вы опять поели этот салат. Я же просил, хотя бы на ночь ешьте молочное. Вот тут заходил этот парень здоровый. Может, он на вас женится? Ну, почему именно я? Ну, у меня могут быть, в конце концов, другие планы. Ой, туда не щипайте. У меня потом синяки, я и так уже говорю, что это от комода. Чему вы будете меня тренировать? Немедленно откройте. Я хочу выйти. А если мне надо? А если я все равно выйду? А если вы не догоните? А если я не хочу? А если я не выпью? А я вот так в кресле всю ночь. Тем более, что мне вообще сегодня нельзя. Теперь ты, детка, думай об уроках непрерывно. Челочки и шелковые сними и марш в детсад. Дядя хочет тишины. Дядя устал. У дяди болит душа и не действует тело. Иди, детка, играйся. Что ты суешь? Кто тебе дал этот адрес? А уголовный кодекс у тебя с собой? Нет, дядя не отдает себя всяким малолешкам. Дядя живет в обществе, где за это могут крепко посадить. Дядя старый. У дяди больные ножки. Зачем ты это делаешь? Нет, кроме валидола в доме ничего нет. Ни в какой гастроном. Иди, девочка, в школу. Нет, и я из-под одеяла не вылезу, и ты сюда не влезешь. Ой, ты откуда прыгнула на дядю? Сойди быстро. Дядя вырвется. Ну все, боднула дядю в живот, теперь отойди. Ай, это ты чем, глазами? А чем? Да что же это такое? А если дядя крикнет? А если дядя стукнет в стенку, там лежит такой же, и мы вдвоем тебя скрутим. И маме будет неприятно. Девочка, немедленно, слышь, отпусти. Вот это, тоже я сказал. Слышишь, ой, ты что, кто тебе этого научил? Садись. Ну нет, ну это же не так делается. Ты что, что это за ребенок, господи? Эй, люди, есть кто-нибудь? А ну пошла отсюда, ах ты царапаться, а ты кусаться? Хорошо, завтра покажу. Все, нет у меня макулатуры ни для кого. Тут и шо у меня какое-то такое есть. Ну это я все читаю такие, ну наметки вам, чтобы было понятно. Ой, теперь вы, моя сладкая, снова ваше мяуканье, приглашенное телефонными помехами. Вы вернулись из деревни? Да, уже 1 сентября, и вы идете на работу, вместо того, чтобы гулять по улицам. Вы заглянете в помещение с вывеской и проверьте там несколько восхитительных дней. Увидимся, эта мысль... Да, давайте увидимся. Эта мысль родилась у меня где-то и пошла вверх, и дошла до головы, которая вам ее и сообщает. Вы собирали грибы. Боже мой, любимое блюдо. Вы пропахли парным молоком, обожаю этот запах. Я не закурю возле вас, чтобы запах парного молока еще долго сопровождал вас и передавался мне. Да-да, готовьте грибы, моя прелесть, и не забудьте про гарнир. Выйдите гарнир до или после. Да-да, мы решим. Мы решим, да. Как 10 дней в деревне, никаких романов. Почему моя змейка? Такая, такая, мужчина такая. Ну, впрочем, эту порядочность я в вас подозревал. Она где-то гнездилась, как уходящий утренний туман. Ну, пожалуйста, никаких туманов в четвергу. Я еду с поднятым забралом. Прошу вас, ключ от ваших лад. Ну, и так далее. Что же вам, не смешно, что ли? А мне нравится, ну, характер в нем есть. Теперь вы, графиня, ваше сельство, я не явился на нашу встречу. Я проклинаю себя за это, и вряд ли в мире есть человек, которого я больше ненавижу, чем себя. Но я тешу себя тем, что моя одежда, манеры, плохой язык и, главное, неумение общаться с женщинами, подобными вам, объединили бы нас в этой ненависти. Ваше сельство, я настолько себе представляю свое материальное положение и жилье, что появление в вашем доме не могло бы считаться нескромным намеком на изменение этого. Ваша красота и образованность и мое глубокое чувство обязывали меня явиться вовремя. Я опоздал. Вы вышли замуж, произвели множество детей и внуков и спокойно отошли, так и не узнав меня. Я явился только через 150 лет. В сером финском костюме, польском свитере, в гославской обуви с высшим техническим знанием иностранного сословарем. Живу вполне в вашем имении, теперь тут микрорайон. Скорость моих жигулей не сравнить с тремя вашими клятями. Между прочим, в Петергофе каждую субботу поливаюсь из вашей шутихи. А там, где вы танцевали при свечах, у нас дом дружбы с нормальными дисками и чешским пивом. Я вам обещаю, что выколочу из райисполкома двухкомнатную и жестяной гараж, достану английского стирального порошка «блё» и заживу как граф, регулярно отмечая международный женский день вот в такой компании. И не надо мне в мозге пудрить, каждому своё. Графиня написал. Так. Ну и всё такое. Мадам, я нахожу, что наши с вами отношения зашли слишком далеко. Это переписка, эти недосмысленные взгляды, которые я бросаю в вашу сторону, конечно, эти ночи, что, видимо, главное. Вы знаете, да и, вероятно, вам говорили, что я делаю карьеру. Мы, будущие работники аппарата, конечно, можем иметь женщин, хотя в более скромных количествах, чем, например, артисты, юристы и так далее, но обязательно из нашего круга, то есть аппаратных, дам. Дабы информация, высочившаяся наружу, тут же была загнана внутрь. Так как я делаю карьеру, вам, видимо, об этом говорили, да, это и видно. Я уже имею информацию, в частности, о подземных переходах, продуктах и так далее. У меня есть подозрение, что прошлой ночью я распространялся на засчёт. Надо сказать, что вы, мадам, вместо того, чтобы присечь своими поглажьями и так далее, способствовали выходу дополнительной информации. И жалоб на якобы нашу жизнь, на якобы наше жильё, на якобы наши качества, которые мне, в основном, не свойственны никогда. Я бы просил вас забыть, но я понимаю, после этой просьбы вы будете помнить, как никогда. Поэтому не прошу вас забыть, но молчать. Это моё право, я купил его жестокими унижениями, бедотнёй, когда только замышлял начинать делать карьеру через стенгазёту, месткум и так далее. Рапорт о наших взаимоотношениях не пойдёт дальше районных организаций. Но и вы, мадам, должны добиться полного молчания со своей стороны. Причём сообщить мне об этом письменно на адрес районных организаций. Прошу звонить только по служебным надувствиям, 274-8-15, просить его помощника, заместителя второго секретаря, по проблемам, терпящим отлагательствам. У меня, девушка, относительно вас, девушка, у меня были планы, которые я, слава богу, не осуществил. Вы, оказывается, пожилы. Мои 41,2. Когда у меня ещё всё спереди. Я встретил вас, у которой ничего спереди нет. Вынужден сообщить, что мы с вами рвём. Вы пожилы. Вам 36,6. Мне 39,8. Точнее, 41,2. Ну, вы же знаете, что такое мужчина в моей 39,7. Это дуб в цвету. Это стакан бродячего вина. Короче, это зимний сад. Какой я, так сказать, в ходу, не мне вам говорить. Я сейчас жду письмо из Казани, где это должно быть подтверждено. А что такое женщина в 36,6, вы сами знаете. То-то, я смотрю, у вас потухший взгляд на вещи. То-то, вы так ловко управляетесь на кухне. То-то, смотрю, вы всё убрали, приготовили, пока ждали меня, всё заштопали. И перестирали. То-то, вы так преданы всё звоните, как я себя чувствую. Вот откуда эта забота. И вы, простите, выглядите хорошо, тут и придраться не к чему. Я мужчина в 41,2. Энергичный, жизнерадостный, какой-то ёмкий весь, понимаете. Смотрю вокруг и далеко вперёд. Взгляд свежий, чёткий. Глаза красивые, серые, брюки новые, бежевые. И вообще весь какой-то подтянутый, быстрый, как молодой артиллерист. Когда я проезжаю в трамвае, молодёжь засматривается. Читали ли вы, ли вы? Вернее, читали ли вы, ли вы? С Амарсетом Уэма. Думаю, что нет. А я и Эдгара По. То есть, если мы с вами сядем писать диктант, я вам 10 ошибок гарантирую. Ваших. Вам могут сказать, он дурачок. Не надо спорить. Людей не переубедишь. Я слежу за собой, как и за другими, на мне всё, что не достать. Вы видели эти зелёные линзы? Это Цельс Карл из ПНР. Туфли из ПНР, костюм из НРВ. Носки из ГДР. Конечно, при вас я стал ухожен, я стал сыт, я перестал быть нервен. Это да. Но вы пожилы. Буквально через 4-5 лет у вас откроются такие болезни, о которых мне вам страшно сказать. Сколиоз, вы слышали? У вас может быть. Я прерываю себя. Мне страшно. Мы с вами рвём. Не ждите меня к обеду. А ещё мы же меня... Да-да-да. Я снова в клуб, кому за 30. Но на этаж ниже. Поищу, кому за 20. По стране и по голубоглазии. А ещё мы не можем встретить в комиссионах, где я ищу, чтобы одеть. И в детстоловых, где я питаюсь. Тем, что они дают. Многие скажут, что я идиот. Не спорьте с ними. Людей не переубедишь. Ваш бывший знакомый, член клуба, кому за 30. Ну, ладно. Ну, такой ещё... Женщина. Я с женщинами не люблю. Я с мужиками люблю. Смешные они. Конечно, я осторожно с ними, а то ещё морду набьют. Есть же среди них нервные. Я что, я себе работаю билетёром, дети у меня двое. А ещё, видишь, красивые, молодые, очень весёлые. И подруги у меня такие тоже красивые и одинокие. Мы как соберёмся, бутылочку красненького, и первый тост у нас за неустроенных баб. Я весёлых люблю. У меня квартира своя двухкомнатная, чистая, тепло. На мне всё чистое. Подруги хорошие. 8 марта погуляли, мы вернулись поздно. А ночью звонок. Открывает двое военных в полковнике с цветами. И подруга. Это, говорит, мой подарок тебе к 8 марту. Нет, конечно, мужчине надо всё подсказать. А этот очкастый, бутылочку красненького и кусок рыбы копчёной. Это мужчина? А второй в коридоре меня прижал. Майор, я вас люблю. Где, говорю, любовь? Бутылочку сухонького и мампаси. Это у вас не любовь, а увлечение. А этот всё кроссворды разглядывал. Проверим ваши умственные способности. Сила только из пяти букв. Ну, я его и положила с детьми. Таксист меня везёт, я ему шведский журнал. Он севшим голосом. Переворачивай. Осип бедный, а руки на руле. А майору говорю, вы меня не любите. Вы на такси даже не провезли. Целый день на трамвае. Это не любовь, это увлечение.